И так, начнём. Ключ номер один к невероятному сексу. Исключительность. Исключительность. Когда один мужчина любит только одну женщину. Обратимся снова к песне Соломона. Теперь она говорит, «Возлюбленный мой принадлежит мне, а я ему». Происходит нечто невероятное, когда мужчина любит только одну женщину. Это звучит радикально, потому что в нашей культуре принято считать похоть, ключом к невероятному сексу. Чем больше ты фантазируешь, чем больше встречаешься с проститутками, чем больше смотришь порно-сайты, тем круче будет твоя сексуальная жизнь. Но они лгут вам. Наша культура совсем голову потеряла. Все эти специалисты утверждают, «Да, ключ к невероятному сексу лежит фантазия и мастурбация». Боже, я даже не могу представить себе половую жизнь этой женщины. Голливуд. Голливуд, чьи люди не находятся в браке больше трех месяцев, показал нам совершенный сценарий секса. Похоть, фантазии. Но все это большая, наглая, мерзкая ложь. Все в жизни не так. Вы скажете, вы выступаете против этого, потому что вы священник. Нет, я выступаю против похоть и неправильных соображений. Если хотите, я и в аду с похотью буду бороться. Но этого и не нужно. Похоть просто не помогает. Если бы она помогала, то, по крайней мере, в ней была бы маленькая только смысл. Но ведь его нет. А сегодня никто и не сопротивляется. Почитайте сказку про голого короля. Все вокруг него твердили, как прекрасно его одеяние. И вдруг... Один ребенок заявляет. Да он же голый. Я вот себя чувствую, как это ребенок. Все современные специалисты повторяют одну и ту же ложь. Снова и снова. А все им поддакивают. О да, одеяние короля прекрасно. О да, похоть, порнография, мастурбация. Все это суть фантастического секса. Но это не так. Доказательство одно. Не попробуешь, не узнаешь. Кто-то скажет, это не доказательство. Но доказательством является то, что вы, парни, это делаете. Я задам вам вопрос. Вам, которые сидят в темноте и глядят на проституток в интернете, сидят и кончают прямо в трусы. Ладно, вам мононисты, вы знаете, о чем я. Я задам вам вопрос. Ну и как вам это? У вас хороший секс? Вы сами знаете, что нет. На самом деле, чем больше вы это делаете, чем больше предаетесь похоти, тем хуже становится ваша сексуальная жизнь. А мир предписывает все то же. О да, вам нужно больше порнографии. А она не помогает. Она все только ухудшает. Она разрушает жизнь людей. В Голливуде и все эти эксперты невежи. Я смотрел одно шоу. Посмотрели шоу «Семейная вражда»? Такое сборище красивых разряженных марионеток. Я смотрю на этих людей. Они очень хорошо выглядят, но тупы, как валенки. Он задал вопрос. Что бы вы сделали, чтобы улучшить свою личную жизнь? Они подошли к первому столу. Так, я жду ваших ответов. Да-да-да. Подходит к первому человеку, он говорит. Каков ваш ответ? Что бы вы сделали, чтобы улучшить свою личную жизнь? Заведу любовницу. И все остальные валенки закричали. Хороший ответ! Хороший ответ! Завести любовницу. Как можно быть таким тупым и все еще живым? Способ улучшить вашу личную жизнь? Завести где-то любовницу? Но они живут в такой культуре. Чем больше похоти и всех этих улучшений, но нет никаких улучшений, все только разрушается. Я знаю психиатрам, которым посоветовали супружеским парам завести любовную связь на стороне. Они так и не заметили голого короля? Ведущий подходит к другому парню и спрашивает его, кто смотрит на него как на псих, и отвечает. Заведу любовницу. Подходит к другому валенку. Что ты делаешь, чтобы улучшить свою личную жизнь? Мы будем вместе смотреть порнографию. Хороший ответ! Хороший ответ! Смотреть порнографию. Все ответы, которые они давали, были основаны на похоти. У них было три попытки, и они не смогли ответить правильно. Ведущий подходит к другой стопке валенок. Все то же самое. Никогда такого не видел. Ни одна сторона не ответила правильно. Когда они ответили, ведущий предложил посмотреть на правильный ответ. Проводить вместе время, устраивать романтический ужин, вместе гулять, дарить ей цветы. То есть все, что дураку понятно. А эти люди не понимают. Просто не понимают. Да, Мир решил вопрос хорошего секса. Основная формула — это фантазии. Хорошая идея — игнорировать реальную женщину в своей жизни и сосредоточить внимание на той, с которой никогда слова и не обмолнился. «Да, давайте так поступать. Давайте притворимся. Давайте будем жить в мире фантазий. Мы меняем реальных женщин на фантазии. Как можно быть такими глупыми?» И все это стало настоящей проблемой. Знаете, кто это заметил? Многие люди левых релиберальных идей, они начинают писать об этом, осознавать, что это проблема. Сексуальность мужчин мельчает. Они не способны на секс, потому что перестимулировали себя порнографией. Оно разрушает их. Я встречал женщин, рассказавших мне, что их мужья предпочитают порнографию и мастурбацию с сексуальным отношением с женой. Ко мне приходила женщина в офис в возрасте 20 с чем-то лет с приятной внешностью, но просто куколка. Я не думал, что священник мог на это обратить внимание. У меня может быть и священный сан, но я не превращен в камень. Женщина с хорошей внешностью, это женщина с хорошей внешностью. Она сидит передо мной и говорит, мой муж никогда не прикасался к моей вагине больше года. Ему просто не интересно. Вы шутите, чего он хочет? Он хочет, чтобы я соглашалась на непристойности в отношениях. В порнографии он набрался всякого мусора. Поменял настоящую женщину на фантазии. Да что с ним такое? Многие женщины говорили мне, мой муж предпочитает мастурбацию, любви со мною. Фантазия и мастурбация. Вот и делал хорошего секса. И что они находят в этой мастурбации? Что так страстно защищают ее, как некую форму хорошего секса? Я этого не понимаю. Хотелось бы посмотреть на того первого недоумка, который сказал. Знаете? Эта вещица похожа на вагину. И это начинает мастурбации. Все это начинает разрушать сексуальную жизнь многих мужчин. Не дурите себе голову. Никаким на свете способом вы не сможете делать это снова и снова и не переобучать свое тело. Все это знают. Все, что связано с физическим телом. Известно спортсменам. Они тренируются, они повторяют одно и то же действие снова и снова, для того, чтобы натренировать свое тело и заставить его реагировать определенным образом. Так поступают спортсмены, неважно, футбол ли это или теннис, они тренируются постоянно, чтобы их тело без заминки реагировало определенным образом. Военные знают, что молодых солдат надо обучать реагировать в определенных ситуациях определенным образом, и они повторяют испытания снова и снова. Зачем? Чтобы натренировать свое тело, действовать незамедлительно в определенных условиях. Ради Бога, как наша культура может учить подростков с 13 лет мастурбировать 2-3, иногда 7 раз в день? Надеюсь, что это не преобразуется у них в натренированный рефлекс. Это правда, что сегодня множество мужчин не способны строить отношения с женщиной. На семинарах мне постоянно об этом рассказывают. Парни подходят ко мне, женщины подходят, и говорят, что их мужья не способны на секс. Множество современных мужчин не способны на секс с женщиной. Звонит в офис один парень и говорит, «Я могу заниматься со своей женой любовью часами напролет, и ничего не получается». Он не способен достичь оргазма. Но наедине с собой у него это получается. «О, это здорово. Давайте научим этому наших детей. Давайте их научим». Он пошел к врачу, узнает, что с ним не так, и тот ставит ему диагноз. «Я не шучу. ТМС — травматический мастербальный диссиндром». Это восстановление организма. Одним из способов стимуляции он не может функционировать с женщиной. О чем мы думаем? Знаете, что вызывает во мне беса больше всего? Когда мне говорят, «Это способ достижения оргазма». Будешь мастурбировать — будет и оргазм. Связать слово «мастурбация» и «оргазм» — настоящее безумие. Вы не можете испытать оргазм с помощью мастурбации. Вы можете эякулировать. Вы можете испытывать физические ощущения. Но все это не оргазм. Оргазм — это когда вы занимаетесь любовью с женщиной, достигаете кульминацию, эндорфин поступает в кровь, и каждая клеточка вашего тела вскипает и кидается на соседнюю клеточку, и вы кричите «Аллилуйя!» Вот это оргазм. Почти повсеместно люди сознаются, что сразу же после мастурбации они испытывают противоположные ощущения. Мерзость, грязь, вина. А психологи уже 10 лет твердят нам, «Вы не должны чувствовать вину из-за мастурбации. Все в порядке». Я знаю христианских пасторов, которые учат молодежь. «Вы не должны чувствовать вину из-за мастурбации. Все в порядке». Я знаю психологов, которые говорят «Все в порядке». Вот что я вам скажу. Вы можете обмануть свой разум, но тело не обманешь. Множество современных мужчин никогда не достигают оргазма. Они эякулируют. Вот и все. Они приучили себя к этому. Невозможно заставлять свое тело делать что-то снова и снова и думать, что оно будет нормально функционировать. Все те, кто натренированно эякулировать, не способны достичь оргазма. О, это здорово. Чудесно. Давайте всех детей наших научим. Наших детей дезинформируют, как и многих из вас. Господи, не позволим принять это на веру. Дезинформатор отрушает сексуальную жизнь человека. Она способна это сделать на всю оставшуюся жизнь. И никто не говорит вам того, что я скажу вам сейчас. Большинство проповедников не любят говорить на эту тему. Они напрягаются, ведь тогда придется сказать, что у меня таких проблем нет. А я понял, что нам надо начинать говорить на эту тему. В церкви мы пытаемся выиграть спор, позволяя говорить только оппонентам. Мы пытаемся выиграть войну голыми руками против вооруженной стороны. А потом удивляемся, почему половина мужчин в нашем приходе с сексуальным расстройством. Это реальная цифра, 50%. В нашем приходе мужчины, посещающие церковь, страдают от сексуальных расстройств. Вы должны кое-что понять. Порнография похитит у вас хороший секс. Почему каждый мужчина испытывает соблазн? Потому что ему обещают хороший секс. Посмотрите на эту девку, у меня получится хороший секс. Хороший секс. Вот как нас затягивает. Обещание ему улучшить секс. Но нас обманули. Точно вам говорю, чем больше вы это делаете, а вы знаете, что вы это делаете. Чем больше вы это делаете, тем дальше вы оцели. Они вам будут. Говорю вам, ложь, которую навязали нашему поколению, продолжает ее навязывать в вопросах сексуальности. Это явная направленная ложь. Мы все в нашей стране безумцы. Жизнь людей разрушается. Знаете, какая самая большая проблема в современной Америке? О сексуальной браке. Оказывается, люди не хотят секса. Они не хотят вступать в сексуальные отношения. Они хотят секса сами собой. Здорово. Поменяю реальную женщину на выдуманную. Помните диаграмму, которую я показал вам вчера вечером? С сердцем и смайликом. Это мотивирует это. Мастурбация разрушает эту систему. Я не буду с ней мил. Я не уделю ей внимания. Эгоцентричные ленивые мужчины требуют быстрого удовлетворения и начинают любить самих себя, а не женщин. Это печально. А что сказать нашим подросткам? Скажите им подождать, ведь они не умрут от этого. Никто еще не умирал за недостаткой эякуляции. Об этом нас тоже дезинформируют. Люди обсуждают такую болезнь. Воспаление яичек, так же часто, как и расчет налогов. Я слышал, как женщины говорят, а мой сын не заболеет воспалением яичек, если не будет мастурбировать? Нет, не заболеет. Это самая большая массовая провокация мифами. Смехотворная чепуха. Такое заболевание существует, но не имеет никакого отношения к эякуляции. Оно связано с чрезмерной стимуляцией в течение долгого времени. Ответ таков. Не выдерживаешься вверх стимуляции, возвращаясь к обычному состоянию. Это не хроническое состояние, не пытка, с которой человек вынужден жить всю жизнь, если не будет мастурбировать. Ни на одном кладбище мире, но на огромной памятнике вы не прочитайте. Причину смерти не смог эякулировать. Невероятная ложь. Мы не животные. И наши дети не животные. Знаете разницу между животным и человеком? Мы можем сказать нет. Мы контролируем сами себя. Мы живем в такой культуре, где сама идея самоконтроля считается нелепой. Абсурдной. Есть люди, которые услышат меня, скажут... Ой, я не могу, что он говорит. Я выступаю по всей стране, иногда натыкаюсь на типовой сценарий с одним из экспертов, который приходит на семинар. А я говорю то, что думаю, и он исходит на сопли. Они говорят... Где ваше доказательство? Где ваше доказательство? Я предоставлю вам мои доказательства. Они такие невежи. Разве нам надо это доказывать? Доказывать это... Многое бывает настолько очевидным... Это странно, что спросить, докажите, что кислород полезет для легких. Поэтому я попробую это доказать. Начнем с научного объяснения. Хорошо? Давайте предположим, что А возбужденная женщина плюс Б возбужденный мужчина равно самый лучший секс. Это вам ясно? Это логично? Иногда это вызывает у экспертов реакцию «Ой, никогда такого не слышал!» Посудите сами, если исключить из уравнения возбужденного мужчины, как вы добьетесь хорошего секса? Если исключить возбужденную женщину, хорошего секса тоже не добьешься. Поэтому, по крайней мере, согласитесь, что для хорошего секса в уравнении нужны возбужденная женщина и мужчина. А теперь я проведу социальный опрос. О порнографии, девушки, вы должны понять, что эти эксперты, терапевты «недоумки», как я их называю. Используйте терапевтические приемы. Это вам прописано. Порнография вам прописана. Она улучшит вашу интимную жизнь. Так что я спрошу вас, женщины, если бы вы знали, что ваш муж только что смотрел порнографию и захотел использовать вас для удовлетворения своих потребностей, думая о других женщинах, сколько из вас почувствовали пасексуальное возбуждение? Поднимите руки. Хорошо. Обозначим результат опроса нулем. Я объяснял этим людям, и они сказали, «Ты не можешь так поступать, не можешь спрашивать женщин возбуждать или они, они никогда не поднимут рук». Не смогут? Это некорректно. Хорошо, изменю вопрос. Если бы вы знали, что ваш муж думает только о вас и относится к вам как к единственной женщине на свете, не думая о других женщинах, сколько из вас почувствовали бы пасексуальное возбуждение? Поднимите руки. Так значит, женщины поднимут руки? Поднимите опять руки. Мне почитать надо. Хорошо. Обозначим это как много. Для экспертов, которым нужны доказательства, я сверил формулу с величайшими мамой математики, выпускниками МФТ и после бурных дискуссий выяснил, что много, больше нуля. Просто гениально. Теперь мы знаем, что порнография равняется невозбужденной женщине. И вот у вас здесь возникает проблема. Если женщина не возбуждает от этой идеи о том, что муж будет фантазировать, то предписание врача смотреть порнографию с целью улучшить интимную жизнь — извращенная чепуха чистой воды. Потому что как только исключаешь женщину добиться прекрасного секса, ты не можешь. Правильно? Я тысячи раз объяснял это людям, но еще ни разу не встретил ни одной женщины, которая бы сказала, «Было бы здорово». Уверен, что должна быть одна-две такие женщины где-нибудь. Но в их жизни все настолько однобоко, что лишает разума. Люди настолько слепы, что не замечают ноготы короля. Это же эксперты говорят. Но мы знаем, что многократный просмотр панографии сводит мужественность на нет. Говорю вам, люди уже начали это замечать. Мы получаем множество писем, читаем об этом в светских либеральных журналах. Люди жалуются, «Эй, мужчины не способны на секс». Они сильно воздействуют на мужчин, в результате они не способны на секс. Я знаю многих мужчин, и даже священников, которые во время секса с женой настаивают на том, чтобы рядом с ней лежал открытый порно-журнал, так, чтобы сохранять возбуждение во время секса. Можете только догадывать, как хорошо она себя чувствует при этом. Почему они это делают? Потому что, если они не будут смотреть журнал, они не способны сохранить реакцию. Настолько сильное привыкание к порнографии. Эти люди говорят, «Это хороший секс, это классный секс». Итак, мы знаем, что многородный просмотр порнографии сводит мужественность на нет. А как можно научно обозначить утраченную мужественность? Если это научное обозначение нормального мужчины, то это станет обозначение неистощенного мужчины. Вы согласны со мной? Это поможет нам открыть формулу лучшего секса. Если А — это возбужденная женщина, плюс Б — это возбужденный мужчина, и всё равняется лучший секс, и мы знаем, что порнография — значит невозбужденная женщина, а многократный просмотр порнографии приводит к ослаблению мужественности, тогда логично, что А плюс Б минус порнография — лучший секс. А это значит, что информация от экспертов, скорее всего, основана на ереси с убогими научными данными. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Можете представить, как сердце меняете люди? АПЛОДИСМЕНТЫ Ну мне плевать. Мне даже нравится. Мне это нравится. Эти люди смотрят на меня, как на марсианина. Есть одна женщина, которая пишет для многих основных журналов в стране новостей журналов. Берёт интервью. Она сказала, что я никогда не слышал о таком. Разве мастурбация не норма? Ведь в конце концов, даже дети мастурбируют. Я сказал, что? Дети не мастурбируют. Ну, они трогают тебя. Ну, и я себя тоже трогаю. И кроме того, это что, наши опростовые дети? Мои внуки могут какашки свои съесть, если я им разрешу. Значит ли это, что нам всем надо есть какашки? Говорю вам, эти люди ничего не соображают. Они совершают самое страшное интеллектуальное мошенничество в мире. Знаете почему? Потому что они все сами зависимы от всей этой чепухи. Мне нужно больше порнографии, больше фантазий. Из-за импринтинга, о котором мы говорили вначале, эти впечатленные мужчины нуждаются в постоянном повторении, проигрывании порнографических сценариев, чтобы насладиться сексом. Говорю вам, вы должны избавиться от всего этого. Вы должны перенавестись. Надо взять фотоаппарат и сделать новые съемки. Занимайтесь любовью с этой девушкой, забудьте обо всем, что было до этого. Не пытайтесь воскресить весь тот мусор в своей голове. Он не даст вам хорошего секса, но отнимет его у вас. Клянусь вам, ключ к лучшему сексу — средоточие лишь на одной женщине. Понимаете, похоть — это употребление легких закусок целыми днями. Они перебьют аппетит перед настоящей едой. Ваша мама была права. Легкие закуски нарушают аппетит. А если вы смотрите на эту девку, на ту девку, на этот журнал, на ту порнографию, вы потеряете потребность в настоящем сексе. Попробуйте, попробуйте жить правильно хотя бы 30 дней. Ни для кого не проблема делать что-либо на протяжении 30 дней. 30 дней подряд не смотрите на других женщин, не фотосируйте о них, не смотрите эти тупые порнографические журналы. Сосредь точить на одной девушке и посмотрите, что с вами станет. Она снова живет для вас, а вы для нее. Она чувствует, что становится единственной для вас женщиной. Это будет круто, вы найдете лучший в жизни секс, обещаю вам это. Или я верну вам деньги. Давайте жить по правилам. Это изменит ваш мир. Изменит мир. Мы обязаны распространять правильную информацию. Вашим детям надо услышать это. Ему, Галли, знаете, когда выступаю перед подростками, молодежью, студентами, они сидят словно оглушенные. Знаете, что они говорят мне после? Почему нам никто об этом не сказал? Потому что все, что они слышали, это сплошная чушь. Значит, мне никогда нельзя к тебе прикасаться? Я не говорю, что нельзя себя трогать. Нет проблем, если супруги трогают тебя. Люди говорят, а что делать, если мы подолгу не видимся? Ну ладно, ладно, ладно. Но я-то говорю о том, что вы живете в доме с реальной женщиной. Но вы не обращаете на нее внимания и занимаетесь любовью с нами собой. Это безумие. Это не хороший секс. Это ужасный секс. Эти парни хвалятся и утверждают, будто у них хороший секс. Простофили. Для них главное это фантазировать, мастурбировать. И третье опаньки, использовать презерватив. Использовать презерватив. Вот как, по мнению светского мира, можно достичь хорошего секса. Для меня использование презерватива все равно, что есть мороженое с носком на языке. Ребята, если вы хотите контролировать рождаемость, используйте лучше другие средства, а не презерватив. Если вы не знаете разницу между хорошим сексом и презервативом, нам нужна открытая у вас горячая линия. Копить деньги на лекарство. Вот что сердит всех этих экспертов. Когда я так говорю, они сердятся, вы же пространяете опасную информацию. Опасную. Нет, нет и нет. Для официального оглашения камера номер один. Заявляю официально, если вы собираетесь вступить в сексуальные отношения вне брака, обязательно используйте презерватив. А на вашем месте я бы надел два или три презерватива. Это все равно, что класть продукты в двойной пакет в магазине. Но не обманывайте сами себя, не дурачьте себе голову. Это не крутой секс. Хотите хорошего секса? Женитесь. Чем хорош брак, так это тем, что не надо покупать эти тупые презервативы. Я знаю, кому-то я не нравлюсь, но меня это не касается. Я сейчас при исполнении, давайте все хорошо усвоим. Бог знал, о чем говорил. Когда он говорил, что один мужчина должен сосредоточиться только на одной женщине. Это великий секс, невероятный секс. Он сведет вас с ума. Поразит вас до глубины души. Все эти фантазии, это чепуха и все такое. Это гибель. Это яд. Это не крутой секс. Все это лишает людей хорошего секса. Они постоянно ищут хорошего секса, пытаются хотя бы как-нибудь получить удовлетворение. Пытаются получить кайф, словно наркоманы-героинщики. Но у них не получается. Просто не получается. И если есть такое сообщество людей, владеющих всей этой информацией, так это христиане, я так думаю. Христиане должны быть известны тем, что у них крутой секс. Должны. Люди должны говорить. А эти тупые христиане ненавижу их. Куча праведных лицемеров. Но у них очень крутой секс. Что? Правда? Как думаешь, во сколько у них служба начинается? Вы должны поступать правильно. Знаю, это трудно. Все это касается сексуальности мужчины и женщины, совершенного баланса, о котором мы говорили. Все это трудно. Но не забывайте об этом. Уделяйте этой темой внимание. Нашу церковь засасывает так же, как и всех остальных в этом мире. Печально. Все эти христианские партнерства, журналы о брачном рынке и все прочие типа социальных опросов, в которых вы участвовали. Сколько раз на прошлой неделе вы занимались любовью? Знаете, как чаще всего отвечали верующие? Ноль. Ноль. А потом мы задаемся вопросом, откуда у нас только проблемы. Вы даже представьте, вы не можете, как мужчина страдает из-за сексуального искушения. Мужчины кричат, Бог, что мне делать с искушением? Что делать? Знаете, что Бог ответит на эти вопросы? Занимайтесь сексом. Мне этот ответ нравится. Девушки, вы должны быть рядом с вашим мужчиной. Вы не представляете, как мужчина сложен. Вы должны быть рядом. Не игнорируйте сексуальные потребности вашего мужа. Знаю, нормально выполнять условия друг друга перед тем, как заниматься сексом. Я об этом говорил. Но помните, что вы не должны фундаментально игнорировать этот вопрос. Я слышал, как горько жалуют женщины. Как жаль, что в нашей церкви так мало мужчин. Было бы здорово, если мужчины в нашей церкви больше вдохновлялись. И славили Бога Господа больше. У меня для вас, девушки, плохие новости. Мужчины с сексуальными разочарованиями очень трудно славить Господа. Вы хотите, чтобы ваш муж славил Бога завтра утром? Заставьте его улыбнуться сегодня вечером. Я об этом и говорю. Он войдет в церковь. Аллилуйя! Кто-нибудь спойте песню. Зажигай, бинго! Ну что, я вам все еще нравлюсь? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...